У нас тысячи школ, миллионы верующих людей и единицы людей, которые хотели бы куда-то идти и о чем-то, с кем-то разговаривать. Зато у нас сотни тысяч людей, которые согласны бороться против кодов, против чего-то, чего-то. Я спрашиваю себя, я даже их не спрашиваю, без толку их спрашиваю, они зомбированы сами собой. Понимаете, что такое значит о кодах, они говорят о кодах. Да они закодированные люди, они только про коды говорят, они уже закодированы. Человек, который говорит только про коды, он уже закодирован. Он про другое говорить не может. Это больной человек, в принципе, по факту. Я говорю им, люди добрые, да у вас здесь сотни людей, да пойдите же вы, пожалуйста, туда, где нигде ничего о Христе не слышали. Не идут и не пойдут, и думать даже не думают идти. Нет, они любят. Я спасусь, все погибнут. Надо против кодов бороться. Это жуткое сектантское мышление. Вы понимаете, например, интересную штуку такую? В Японии, в Китае, в Индии, в Африке, в Латинской Америке работают на сегодняшний день, например, сотни тысяч христиан-миссионеров, но не православных христиан-миссионеров. Протестанты и католики идут в дебри джунглей, чтобы проповедовать Евангелие людям голым в набедренных повязках. Изучают их языки и идут к ним. Берут с собой аптечки, берут с собой запас хлеба, берут с собой что-то еще и идут. Наши никуда не ходят. Православные вообще никому не проповедуют Евангелие. Вы понимаете, что это за идиотство? Православные люди вообще не имеют навыка проповедовать Евангелие. Наши священники даже своим людям ничего не рассказывают. Они только объявляют им распорядок службы следующей недели. И именно эти люди настраивают свою пасту на борьбу с разными ходами. То есть люди, молчащие о Христе. Вы придите к любому попу и скажите ему, расскажите мне, пожалуйста, вот там вот 7 глава Евангелия от Матфея или 15 глава Евангелия от Иоанна. Вот что здесь пишется и что это означает? Он нам скажет два слова. Шул вон. Или у меня нет времени. А вот про коды он нам скажет очень много. То есть Слово Божие наши люди не проповедуют никому, даже самим себе, о том, чтобы человек православный изучил, например, испанский язык и поехал в какую-нибудь латиноамериканскую страну с проповедью. Да что вы, зачем, куда, куда ехать? Надо с кодами бороться. То есть мы никому не проповедуем Евангелие. Никому, даже сами себе. А все, что мы проповедуем, это дикая шизофрения в отношении каких-то таких вот маргинальных событий. Разве это нормально? Кого мы привели к вере Христовой? В Китае с 15-16 века работают сотни. Если на какой-то язык переведено Евангелие, то поверьте мне, не православным миссионерам. На японский разве что. Но, между прочим, если мы почитаем житие Николая Японского, то мы почитаем его в дневнике, у него написано. Господи, почему я здесь один? Почему 35 лет я здесь один, как перст? Почему тысячи протестантов? Почему десятки тысяч католиков здесь есть? Почему я здесь один? Он один был всю Божию жизнь. Как перст один. И когда приезжал в Академию Троицы-Сергиевской лавры, говорил, братья, академисты, семинаристы, кто из вас сегодня желает проповедовать Евангелие в настоящей языческой стране? Там, где дракону кланяются, там, где на мечах дерутся, там, где самоубийством заканчивают свою жизнь благородные люди, дворяне и так далее, самураи. Кто из вас желает? Я заберу его с собой, мы выучим язык и начнем проповедовать Евангелие на японском языке японцам. Кто из вас желает? Никто! Вся Троица-Сергиевая лавра молчала, как одна большая рыба. Ни один монах, ни один семинарист, ни один академист. Никто. Один только изъявил желание поехать. И тот был пьяница и протестант. Да. Николай Японский возле гроба святого Сергия Радонежского говорил, «Святой Сергий, я с тобой буду судить на страшном суде. Почему ты мне людей не даешь? Нашим православным на всех нас плевать. И чтобы не стать ноль? Сжать. Да. На всех. Наше бычье православие – это состояние ума, при котором нам на всех сжать. Кроме кодов своих, вонючих. Веришь в Христа? Любишь Христа? Я тебе сейчас скажу. В мире есть тысячи стран, сотни стран и миллионы людей, где не слышали про Христа. А почему ты туда не идешь проповедовать? Почему? Если ты сильно веришь. В нашем городе, в нашей стране есть миллионы людей, которые не знают Христа, хотя крещеные. Почему ты им не проповедуешь Евангелие? Почему? Если ты сильно веришь. Пойди на любую остановку, любого транспорта, автобус, маршрутку, вот, на Черниговскую станцию заездь, значит, и поговори с теми, кто в автобус садится ехать, значит, туда. Или на другую станцию, чтобы там бабы стоят, синявки, кричат, там, три места девочке, осталось три места, осталось девочке. И клубится народ, который крещен весь, а про Христа не знает ничего. Пойди, проповедуй. А почему ты думаешь, что нельзя проповедовать? Они что, проклятые? Они что, про Христа узнать не хотят? Попы в церкви у них молчат. Молчат попы. Иди ты проповедуй. Не пойдет. Гад. Не пойдет. Почему? А он Христа не любит. Ему не надо. Если пойдет, то у него знаний не хватит. Он через 30 секунд сейчас поймет, что он не может проповедовать Христа, потому что он ничего не знает о Христе. Вот начните когда-нибудь проповедовать о Христе, и вы поймете тут же, что вы не можете этого делать. Почему? Потому что вы ничего не знаете о Христе. У вас слов таких нету в лексиконе. А это значит, что вы не любите Христа. И говорить про него не умеете. Так давайте же начнем учиться говорить о Христе. Или нет? Или только о козах будем говорить? Все, у которых вожа под хвостом, давайте начнем учиться говорить о Христе. Если у вас чуть-чуть получится, мы будем вас использовать в работе с молодежью у нас, здесь, никуда не уезжая. А если у вас сильно получится, мы вас будем учить иностранным языкам. Например, хинди, или урду, или пушту, или фарси. И будем вас отправлять по миссионерским каналам в иностранные государства, чтобы вы там проповедовали Господа. А если вы не хотите этим заниматься, а только дурака валяете под верховной радость, крестными ходами шизофреническими, тогда вы просто сектант и еретик. Вы не любите никого, кроме себя и своих придурочных мыслей. Я так считаю. И вы меня не собьете, потому что у вас нет аргументов, чтобы сбить на стол. Католики, которых мы так не любим, разбиваются в лепешку, чтобы Христа нести людям. На китайском языке, на японском языке, у них у всех радио есть. На всех языках. Радио Ватикана вещает на двухстах языках. У нас нет радио религиозного даже, для самих себя. У нас есть любое радио. Ретро-ФМ, какие-то еще ФМ там, ностальджи. Что хочешь, у нас нет религиозного радио даже. Чтобы человек, едущий в машине, включил радио и слышал там проповедь или Евангелие, или песнопение. Нету этого. Вы с чем боретесь вообще? Вы совсем больные. Сколько книг выпускается украинскими авторами православными в год? Сколько? Ноль. Ни одного автора нет на Украине православного. Нету. Это может быть такое, чтобы люди веровали в Господа, имели высшее образование, все были грамотные, все читали книжки, и ни одной книжки в год о Христе не писали православные священники в Украине. Ну, там, на скребете там какой-нибудь там постребыш какой-нибудь, там один, два, три, там, ну это же, извините, у нас же 50 миллионов людей, вроде бы, или там возле того. О чем вы вообще шепчете, дорогие христиане? Вы поймите, что мы не в нуле, мы в минусе. Самые дикие страны, которые нам кажутся гнездами разврата, это верующие страны, по-жене с нами. В Америке нет ни одного городишки вонючего, в котором живет 20 тысяч человек, там типа там какой-нибудь Боярки или Шепетовки, в которой бы в воскресенье не вымирали улицы, потому что все в церквях. Все в церквях. Евреи в синагогах, мусульмане там, если они там есть, они в мечетях, а христиане все по церквам разбредаются. У нас сколько людей в церкви ходит? Сколько процентов? Два, три, полтора, четыре, четыре с половиной. О чем мы вообще говорим? Библия самая читаемая книга, ведь не у нас. У нас ее не читают даже священники. Спроси священника что-нибудь из книги царств или из пророка Захарии. Он тебе в рыло дах от раздражения, потому что он не читал этого и читать не собирается. Она читается в других странах и другими людьми. Поэтому нам говорить вообще не о чем, кроме как по коды. Это может быть соломинка, за которую мы хватаемся. Ах, вот коды, понимаете ли. У них никогда по телевизору не показывает то, что показывает у нас. Да в том-то и дело, это сектантское мышление. Это сектантское мышление. Сцепляться за сектантское мышление, оправдываться сектантским мышлением и строить твою жизнь на сектантском мышлении это самопроклятие. Забудьте просто словосочетание «Святая ручь». Она уже давно не святая. Она самая грешная из всех народов земли. Потому что те, которые не веруют в Бога, живут лучше нас. А те, которые веруют в Бога, живут тоже лучше нас. Вот где мы оказались. В самом хвосте и даже под хвостом. Что китайцы, не знающие имя Господне, живут трудолюбивее, терпеливее, смиреннее и трезвее нас. А народы, которые знают имя Господне, живут тоже лучше нас. Только свистни. И они тут же соберут тебе и денег, и дадут тебе и скажут, ты хочешь ехать в Конго, для того, чтобы там просвещать негров. Хорошо, мы тебе соберем все, что нужно. Езжай, это хорошее дело. И нагрузят тебя сверху донизу. И отправят, и потом еще тебе приедут туда, в Конго, и туда еще помощь привезут. У нас никто этим не занимается. Никто. Никто. Мне так стыдно, что мы чем-то хвалимся, ничего не имея. Мне ужасно стыдно, понимаете. И я хотел бы, чтобы вам всем было стыдно, что мы из всего православия усвоили себе хамское желание хвалиться и хамское желание осуждать. Два хамских желания. Хвалить себя и осуждать других. Да католики лучше нас сто раз. Мне стыдно об этом говорить, но они лучше. Да протестанты, сколько их там не есть по всему миру. Да они лучше нас сто раз. Мне стыдно об этом говорить, но они лучше. Они ревностные, они искренние, они хорошие. И они потом к православию приходят. А мы их еще и выгоняем. Они приходят, потому что они знают, что в конце концов читают книги. А кого они читают? Когда, например, я встречаюсь с каким-то пастором, а он прочел 8 томов златоуста, всего их 20, он прочел 8. А я не знаю ни одного христианина, который прочел 8 томов златоуста. Ни одного. Зато я знаю баптиста, который пришел 8 томов златоуста. И 9 сейчас читает. А священника я не знаю ни одного, который пришел бы хотя бы 1 том златоуста. Ни одного. А они читают. И знают лучше нас это все. Понимаете? Они говорят, они думают, что мы все знаем. А мы ничего не знаем. Мне так стыдно за это, понимаете? И когда мы начинаем говорить про какие-то коды, про какое-то фло какое-то, у меня просто душа разживается, я просто не могу об этом говорить. Да что же это за православие такое, да что же это за насмешка такая. Что якобы подписали указ о дактилоскопии, и откажется будут штрафовать, и возможно будут вводить чипы под кожу, это такой электронный паспорт. И что делать, вы очень это обойтись, вы находитесь в ужасе. Я скажу вам, что делать, не верить слухам, не собирать сплетни, потому что это все вот о том, чтобы чипы вводить людям, это на уровне сплетен. Ни в одном государственном каком-то законе, проекта закона это не указано, что вводить чип под кожу. Где это нашли? Кто это придумал? И ответ на этот вопрос может быть только один, это сатана придумал, чтобы смущать людей. Есть мнение церкви по этому поводу, есть соборное решение о том, что церковь стоит на страже духовной жизни, на страже спасения, на защите спасения душ человеческих, своих прихожан. И церковь говорит нам о том в этом соборном решении, обращаясь к государству, предупреждает государство, что внимательно церковь следит за событиями вот этого совершающегося электронного контроля. Если же будут какие-то там хульные символы, что-то будет греховное и погибельное для душ человеческих, то церковь призовет всех своих верующих, всех чад гражданскому неповиновению, если что-то будет. На сегодня церковь говорит, никакой духовной опасности нет. Есть опасность конституционным правам граждан, что будет больший контроль за личной жизнью или за какой-то жизнью граждан. А такая опасность существует, потому что электронные средства – это усиление контроля, усиление слежения государством за деятельностью граждан. Но духовной опасности пока нет, и церковь об этом говорит нам открыто и ясно, что нет никаких хульных символов, иначе церковь об этом скажет. Поэтому не бойтесь, не собрайтесь сплетни про мифические чипы, что якобы кого-то зачиповали, или электронный паспорт будет именно в виде чипа. Или электронный паспорт – это беда, потому что он электронный. С таким же успехом люди, которые получали первые бумажные паспорта, могли бояться и возмущаться после того, как у них были каменные паспорта или на пергаменте. Вдруг изменилась форма этого паспорта, пергаментный паспорт стал бумажным, появился новый материал, на котором записывают данные, и человек начал кричать, вот это сатана пришел, вот это погибель, потому что паспорт бумажный, а нужен пергаментный. То есть, а также и сейчас паспорт бумажный, новая технология – это паспорт в электронном виде. Это новая технология. И не надо быть мракобесами и кричать, что нельзя брать этот паспорт, потому что электроны, они бумажные, или не на папирусе сделаны, или еще на чем-то. Церковь следит за ситуацией. Церковь проверяет все технологии на предмет попытки погубления душ верующих людей. Поэтому не бойтесь ничего, будьте верным чадом церкви, не собирайтесь в плетни, почаще исповедуйтесь, причащайтесь, наполняйтесь не страхами суетными, а любовью и благодатью Святого Духа, радостью и спасением, вечной жизнью, здесь и в вечности, со всеми святыми, от века Богу угодившими. Аминь. Владимир Катерин, здесь Даня Фурпост и Елена Заренко. Скажите, пожалуйста, вот Вы, как духовное лицо, от лица Церкви, сегодня православных людей очень волнует вопрос о биометрических паспортах, на проекте, в котором Вы сейчас рассматриваете. Пожалуйста, скажите Ваше мнение. Вы знаете, я не являюсь человеком, который очень сильно напряжен по этому вопросу. Знаете почему? Потому что в Священном Писании святые отцы говорят только одно. то, о чем Вы говорите, отречение от Христа может произойти только по доброй воле человека. И об этом говорил мой духовник, архимандрит Иоанн Крестьянкин. И только человек, который добровольно отдаст свою свободу, в данном случае вопрос, о котором Вы говорите, эскатологический вопрос, свободу свою отдаст Антихристу добровольно, вот тот человек станет его слугой. И в этом мое глубокое убеждение. И никакие наименования или нумерация, если это не сопровождается нашим отречением от Христа, на душу человеческую повлиять не могут. Боже, очисти тебя, конечно. Боже, милостью буди, как мне. Дам я, Господи, поменуя тебя. В Иордане крича из Тебя, Господи, тротческое и висепоклонение. Родители, Бога святого, возлюбленного Тесына именуя, и духа в виде голубей, неизвестного же сущего. Почта приносила каждый день множество писем, в которых задавался один и тот же вопрос о налоговом номере. Этим все ограничивалось. Но когда в письмах уже высказывалось, неверие неверие у Бога, неверие в церковь, неверие в пактори церкви и священно-наталия, тогда я сам обратился к его святиншеству за благословением чтобы мне всем сразу ответить на их волнующие вопросы. Теперь уже не идет речь о налоговых номерах, а идет речь о вере Бога, о вере матери церкви, о вере священно-наталию ее пастырем и учителем. Поэтому я сам и спросил у его святиншества благословения, чтобы ответить всем сразу одним письмом. Дорогие мои дята церкви Христовой, нынешние дни, когда небо земля ликует они из истинной милости Божией, о рождении в мире спасителя его, когда православная церковь двухсилетним своим страдательским стоянием в истине и спасительным своими трудами, утверждает, что с нами Бог. Когда сын российских прославленных новомучеников заложил в фундамент церкви плод своего красного сения и Божией милостью народ России начал вспоминать свое славное христианское прошлое и находит теперь дорогу в храм Божий к Богу. радоваться бы нам и жить живой верой и несомненной надеждой на Бога и на Его святую церковь. Жить ежедневно помнить, что печатать дара Духа святого, полученной нами в святом крестении, соделала нас святыми Божиями и благодарить Бога. Но вот в эти духоносные и светоносные дни братья и тень духовного возмущения взволновала ума и сердца верующих и решает их не только радости всемирного и вейсного торжества, но и самой веры и благодати Божией. Дорогие мои, и кто же сегодня дерзко отдает правление миром темным силам? Кто вновь, как во времена Спасителя, подходит к нему с лукавым опросом, как тебе кажется, позволит ли давать под Песарю или нет? А на современном языке это звучит так, принимать ли новую систему налогообложения или нет? Ответ парадоксален. Сами православные верующие христиане, священники и миряне, забыв о промысле Божием, о Боге, отдают власть темным силам. И как тогда, что вопросики спасителей не удовлетворились его ответом и отошли до времени, чтобы изобретать новый подвох на него? Так и ныне. Отец соборного церковного ума и предпринятый церковью меры по разъяснению обстановки не приняты, и продолжает нагнетаться смущение и смущение в ограде церкви и в среде народа Божьего. На самом деле, говорит, что это враг Божий, враг церкви, враг нашего спасения. Государственная проблема об индивидуальных номерах налогоплательщика стараниями врага Божьего, Ложными слухами обвинения ВНН трех шестерок обрела в духовном мире великую силу смуты и стала для нас той проверкой, которая проявила верующих отсутствие веры Богу и доверие Матери Церкви. «Дорогие мои, а ведь именно эту цель и преследовал враг, вводя в шлиф код число 666, а не какое иное, но с какой легкостью и как безболезно это роковое число было удалено, когда оно сделало свое дело». число убрали, заявление о присвоении номеров исключили, а смуты раскол церкви продолжают углубляться, и разговоры о печати антихриста, о безблагодатности «Пополнение идет в основном уже из семинария. Ну а что у нас семинария? Мальчик кончил 10 классов, вступил в семинарию. Его уровень образованности надо комментировать. Он ни жизни не видел, да он образования нормального не имеет. Просто элементарно не имеет нормального образования. вот в чем дело. Отсюда сейчас вот многие беды начинаются, вот с этими ненами, и так далее. Они просто не понимают, о чем говорят. Вот я думаю, что нас ожидает вторая волна. Просто первая волна, которая была, она была очень большая, и она могла захлестнуть с Россией, кстати. И тогда остановил эту волну буквально один человек, отец Иван Кристиан. Вот интересно было, фантастика просто. Вот уже такой накаленный, накаленный, такая обстановка уже, епархиальное собрание. Вот. И, начинает читать письмо, и начинает градус, вот как бы температура начинает падать. К моменту, когда письмо было дочитано, все было уже, уже было все ясно. Все. Вопрос был закрыт. В словах об этом письме, для тех, кто не знает. Ну, батюшка просто объяснил, что никаких этих страшилок там нет, что это никакого отношения, так сказать, к антихристу не имеет, нет ННН, Вот. И поэтому не надо бояться теней. Потому что, если мы будем бояться теней, мы пропустим реальную угрозу. Вот. Ну, вот его слово старческое, пусть там вроде так все просто, но вот это старческое слово, оно какой-то особой силой обладает. ясность как-то поразительной. Авторитет у Ациана было, конечно, колоссальной. И все, и вот раз, все это остановилось. А сейчас нет Ациана. И вот этот истерический элемент, он, если он чувствуется где-то, все, надо уходить. Потому что дух православия, он просто, ну, противоположен всякой истерии. Чего истерить? Он с нами Бог. Какие страхи? Ну, многие же... Задам вопрос, который, если я не задам, мне не прости отмагировать. Да. Многие же ссылаются на Священное Писание, где написано там, что будут ставить знак. Будут ставить. Будут ставить. Но когда это было... С этим знаком параллельно проводишь, сейчас вот входят ректорные паспорта, а это уже начало того самого, поэтому нельзя брать, иначе потом... Ну, понимаете, в чем дело? Если Бог сказал, во-первых, всю эту историю, это же надо понимать как? Вот Христа спрашивали, когда это будет? Ну, сейчас не знаю. Но он интересно, что... Тут есть два подхода. Есть календарный подход. Я говорю, такой-то год, такой-то месяц, такое-то число, ну, можно еще и время указать. Это календарный. А монофон метод фенологический. Понятно, да? Вот как ласточки полетели, скоро весна. Но если ласточки прилетели, мне кто-то задают, а когда весна? Он говорит, не знаю, может, чуть позже, чуть раньше, но я не знаю. Но не через год. Это фенология. Вот то же самое, когда вы увидите исполняющимися, то, значит, что при дверях, но опять же, срок точно никто сказать не может. Вот в чем дело. И поэтому, когда нам все пытаются указать... Ну, а скажем, если Христос сказал, что вот он придет зимой, ну что, зиму отменять? Он же не для того сказал, чтобы мы отменяли что-то. Он сказал, чтобы мы узнали. Теперь насчет печати. Сама смысл... Конечно. Если это против Христа, естественно, и все. А что такое? Да, пожалуйста. Где тот критерий, которым нужно отличить? То, что уже... Критерий скажу, потому что вообще смысл печати. Смысл печати только один. Он придет антихрист. Это будет человек, который будет утверждать, что он Бог. Вот в этом-то смысл. А он будет не Бог. И вот теперь люди или признают его за Бога, или не признают. Ну, люди что, мы все похожи? Как отличить? Кто признал? Вот тогда понадобится некий знак, чтобы... Кто признал? Тому печатку. Неважно, какую. Там, как написано, три варианта будет. Или имя, или образ какой-то, или число имени. Не обязательно, три шестерки там, или что там будет. Вот. Все остальное... До этого оно смысла не имеет. Сам по себе этот знак, он никакого смысла не имеет. Это просто отличительная черта. Чтобы отличить тех, кто принял его как Бога, от тех, кто не принял. А аналоги, которые проводят, что раз человек принял там электронную карту, то, значит, он поклоняется материальным ценностям, и он уже принял эти ценности как Бога. Ну, точно так же, я могу сказать, что если человек деньги носит в кармане, то он поклоняется материальным ценностям. Это же было сколько раз? Сколько это? Ну, хорошо. Мы знаем, что была волна, когда отказывались от советских паспортов. И мы знаем, что наши все советские старцы все были с паспортами. И были старцами. То есть это время от времени вся эта истерия, она возникает. Это тоже какая-то такая специфическая психология. Есть всегда тоже какой-то процент людей, так сказать, вот который вот он как буревестник. Вот ему нужна бури. Все. Ищет бури. И вот в духовной жизни вот он ищет бури. Ему спокойно не сидится. И начинает все подыскивать, да. Это плохо? Конечно. Конечно. Без мира в душе. Если он все время ищет бури, то у него в душе неспокойно. Как он? У него шум все время в душе. Откуда он Бог услышит? Бог же не стучит кулаком. Придет, тихо постучит. А он его даже не услышит. Человек для начала должен внутри быть, стяжать некий мир. Вот. А мир стяживается только при глубокой вере в Бога, что с нами Бог. Причем вот, когда возникают такие вопросы, я просто говорю, знаете, вы символ веры просто почаще перечитываете. Особенно первую фразу. А достаточно будет вам. Вера в единого Бога все держительны. Не в полудержитель, не в три четверти, не в девятьдесят, во все держительны. Достаточно? При чем здесь все остальное? Это чего вы боитесь? Чего это начинаются фобии всякие? Или мы тогда не верим в Бога все держители? Нам продолжают поступать вопросы в отношении цифры 666 и относительно идентификационных номеров, которые используются в налоговой системе. Я хотел бы сказать, что исчерпывающий ответ был дан Священным Синодом, а также и нашим архиерейским собором. Я неоднократно уже говорил об этом. И поэтому мне не хотелось бы много уделять еще этому времени. Скажу только следующее. Прочитайте постановление Синода и архиерейского собора. Внимательно ознакомьтесь с этим. И ваши страхи пройдут. Никакие цифры и никакие номера не могут нас оторвать от Господа, если мы сами сознательно Его не предаем. И если мы сами сознательно Его не отвергаем. И что меня особенно удивляет и поражает, это то, что наши православные христиане падки на этот экзальтированный крик американских пятидесятников. Крик о том, что коды, чипы, карточки, всемирная глобальная система, купить, продать нельзя, этот крик раздался в США. Раздался он впервые из уз пятидесятских проповедников. Потом эти книжки перевели, о чудо, о ужас, на святой горе Афон. И потом оттуда некоторые афонские монахи, собственно, поверили в это даже. И начали опять-таки шуметь несдержанно. Ну а уже при том пришло к нам. Ну а уже у нас на буйной почве нашего религиозного невежества оно и расплодилось. И вот мы начинаем, значит, читать Библию с конца, а апокалипсис читать начинают люди с тринадцатой главы. То есть первую, вторую, третью, четвертую главы не пропускают, не утрудняют себя толкованием этих глав. Обращение к семи церквам, азийским там, и громы на небе, и двадцать четыре старца, это все их не интересует. Они сразу к кодам, к образу зверя, к начертанию зверя, к числу имени его, и нельзя купить, нельзя продать и так далее и тому подобное. Это, конечно, вопиющий, возмутительный факт, говорящий о том, что человек, будучи даже в православной среде, может быть вменяем для неправославного духа настолько, что до неразличимости дух неправославный, дух сектанства действует и там, и там одинаково. Это ужасно, но это факт. Отец Иоанн говорит, сами просить номер не будем, вот этот вот ННН, если дают, не отказываемся. Отец Кирилл говорит, я лично брать не буду его, а остальное как по совести, кто как хочет. А вы как скажете? Что это? По поводу этого индивидуального номера, от которого сейчас все спорят. А какой это номер? Что это? Это налоговый номер, который дается каждому человеку сейчас. Ах, вот как. Да. И этот номер говорят, что это печать Антихриста. Вот Святейший это написал вам. Святейший говорит, что это не печать Антихриста. Нет, нет, нет. Что нет? Это не печать Антихриста, нет. А как к этому относиться? Это священнику. Нет. Нет. А как к этому относиться, батюшка? Относиться надо. Так как надо. Понимаете? Что случается надо исполнять законно. Законно исполнять? Да, законно. Опасности для души в этом вы не видите? Нет. И ересь что такое? Ересь это попытка вместо Божьего откровения выдумать свои какие-то идеи и приписать их Богу. Это страшный мятеж против Бога. Это гнусное посягательство на абсолютный Божий суверенитет. И, к сожалению, нынешние ереси отличаются тем, от ереси древности, тем, что они подчеркнуты субъективны. Если в древности люди пытались каким-то образом истолковать божественные откровения, они хотя бы сами верили, что они говорят не к объективной истине. То сейчас у нас вместо поиска объективной истины идет игра в бисер, как говорил Гесс. У нас идет подчеркнуто, я так считаю, мое мнение такое, у меня такой теологумен, как сейчас принято говорить. Такое частное мнение, и вы не смеете его тронуть. Вместо объективной реальности какая-то полная абсолютная подделка и игрушка в мое мнение. Вот это эгоцентризм, который был из древности, но он скрывался. А сейчас не скрываем эгоцентризм. Я считаю, что ННН печать антихриста. И не надо мне святых отцов. Дальше Дух Христианина и другие издания приписывают явлениям глобализации, которые могут быть вполне нейтральны. Я не говорю про злые последствия глобализации, которые осуждаются. Такие как состояние всемирное греха, половых извращений как нормы жизни. Таких явлений, как нормализация сатанизма в самых разных его видах. Что, конечно же, с чем церковь борется и боролась и будет бороться всегда. Нет. Есть вещи нейтральные. Такие как интернет, как мобильная связь и подобные вещи. Но им приписывается некая магическая сила. О, у меня есть мобильный телефон. Вот такой страшный мобильный телефон. Он меня заколдует. Меня по нему вычислит. Ну и что? Ну и что? Ну вычислит. Ну и что? Если ты не делаешь беззаконие, какие твои проблемы? Представьте себе, тебя вычислили, а ты делаешь добрые дела. Представляешь, тебя вычислили, а ты ходишь в храм. Ну и хорошо, и слава тебе Господи. Если ты делаешь беззаконие, бойся. Да? Потому что начальник Божий слуга отомстит делающему зло какое-то писание. Если же ты делаешь добро, чего тебе бояться? Вот. Конечно, я как человеку, мне неприятно, что за мной следят. Конечно, это нехорошо, и, может быть, в гражданском смысле люди церкви могут этому сопротивляться. Но это вопрос не учения. Потому что мы должны знать с вами, и мы прекрасно это знаем, что есть соглядаты, которые смотрят за нами каждое мгновение. Будет у нас ННН или не будет. Будет у нас новый паспорт или не будет. Будет ли у нас какая-то отметка, чип или что-то еще, или не будет. Есть демоны, злые, нечистые духи, которые следят за нами каждым нашим шагом. И все прекрасно видят. И мы знаем с вами из мытарства Блаженного Феодора, что вот этот списочек с нашими грехами будет предъявлен нам в день мытарств. Нам просидеть, для этого ННН нам не нужно. Им не нужно ничего такого. К сожалению, сторонники вот этой елиси, они отличаются особой ненавистью. Я могу назвать сразу же с лету, кого они ненавидят, но я никогда не скажу, кого они любят. Вы сможете хоть кого-то назвать, кого они любят? Нет. И это признак кого? Это признак врага. Недаром преподобный Юстин говорил так. Он говорил, что любовь есть живая и действующая сила Божия, так же и ненависть есть живая и действующая сила дьявола. Мы это видим. Вера нынешней церкви – это вера, которая была от начала, которая дана нам Богом Отцом через Сына Иисуса Христа в Святом Духе, дана Святой Церковью. А та вера, которой монах Диамид, уже монах Диамид, лишенный Санны за свои беззаконие преступления, проповедует и его сторонники – это вера новая. Это вера выдуманная. А для любого православного новая вера – это значит ложная вера. Потому что настоящая вера, истинная вера не может быть в ней истинной. Они для чего это делают? Для чего они делают? Чтобы мы, православные, порвали свой паспорт, сожгли все карточки и шли жить куда-нибудь в лес, в деревню. А в деревне тоже не получится без партнера. Как там будет жить? Какую-то необитаемую местность там. И это, как старообрядцы, уходили в Сибирь и там лучше жили. Для чего? Чтобы мы, православные, здесь под ногами не мешались людям. Чтобы мы не участвовали в законопроектах государственных. Чтобы мы не останавливали лоббирование вот этих законов, вот этого, разврат, абортов. Они лоббируют, чтобы мы этому не противостояли. Потому что мы им очень мешаемся. Они хотят исключить православных людей из общества. И вот они смешивают эти понятия. Людей пугают. Люди там продают квартиры в Москве, уезжают там в Дивеево где-то жить, дом покупают. Но ты головой подумай, если придет антихрист, безбожная власть. Он что, тебя там нигде не найдет, что ли? В этой лесу глушит. Со спутника спичечный коробок видно. Со спутника. Всю землю видно со спутника. И что, тебя не найдут нигде? Вот тут такие наивные. Я просто поражаюсь. Придет время исповедничества, мученичества. Будем все предстоять перед выбором. Принять печаль антихриста или пойти на эшафот. Или об голоду умереть вне системы. Когда заблокируют эти карточки все нам. За то, что мы только православные. Может быть такое. Может, может. Пришло время исповедничества и мученичества. Ну и, наверное, главная черта для подобных людей. Это отрицание индивидуального налогового номера. И боязнь того, что вот этот вот индивидуальный налоговый номер. Это печать антихриста. Когда начинаешь им объяснять, что как бы, что же это за печать такая антихриста. Антихриста еще нет. А уже печать появилась. Они говорят, ну тогда это предпечать. Не важно. Но все равно антихриста нельзя принимать. В ней 666 зашифровано. Начинаешь искать, где это 666. Вроде никак не видишь. Ни по каким параметрам. Ну и вообще, когда Иоанн Богослов в своем откровении пишет об этом номере. О том, что будет дан всякому человеку на правую руку, на десницу и на человину. И налопает номер. Без него невозможно ни продавать, ни покупать. Имеется ввиду сознательное отречение от Христа. Человек сознательно отрекается от Христа и получает справку об этом отречении. Собственно так, как было в Римской империи. В Римской империи, когда были гонения, то требовалось, чтобы все граждане пришли бы в муниципалитет и принесли бы жертву императору. То есть принесли жертву императору и тогда получили справку, что они благоденежные граждане и могут жить нормальной жизнью. Отказывались только христиане, потому что принести жертву императора значило отречься от Христа. Они отказывались и дальше, собственно, начинались гонения. Именно про это пишет апостол Иоанн Богослов. Но они воспринимают это вот как некие три шестерки. Хотя в тексте даже там и трех шестерок не было. Потому что буквенно обозначались цифрами и обозначались они совсем не тремя одинаковыми буквами. Так же, как, собственно, в славянском языке тоже цифры обозначаются буквами. Но люди эти не слышат каких-то аргументов. И надо помнить о том, что Господь же создал церковь, он нас не пустил здесь вот в одиночку ходить в этой темноте, когда кругом сплошной Антихрист. У нас есть святая православная церковь. У церкви есть соборный разум. И вот церковь, когда собирается собрание епископов, они взывают к Богу. Это не просто собрались грамотные умные люди принимать решения. Это решение, в котором присутствует Святой Дух, который заботится о церкви. И когда нужно будет сказать, что нет, там не берите каких-нибудь, не участвуйте в чем-нибудь, там ни в коем случае, это вам все погибли вечно. Церковь это увидит. И церковь это скажет. Это будет церковью объявлено. Потому что считают, что вот есть некая угроза погибели, которую церковь в целом не видит. Епископат в целом не видит. Наш патриарх не видит. Патриархи других поместных православных церквей не видят. А вот увидели только вот там небольшая группа, значит, я и все мои друзья. Ну, в этом есть все-таки некоторая опасная заносчивость. Потому что мы призваны бы все-таки верными чадами матери нашей Святой Православной Церкви. И относиться к церкви все-таки с доверием. Господь, мы читаем в повествовании о Рождестве, что Пресвятая Богородица и Иосиф пошли записываться. То есть римляне проводили учет населения. Это было им важно для налогообложения, для разных своих, значит, государственных дел. Поэтому Господь идет и записывается. То есть там Господь еще во череве Марии. Но вот Пресвятая Богородица и Иосиф идут, спокойно совершенно записываются. И это совершенно спокойно отмечает евангелист. Для него это не является чем-то страшным и ужасным. Хотя понятно, что римляне, они тоже вели учет. И тоже они, Господь там под каким-то у них номером был записан. И это ни на что абсолютно не повлияло. То есть это не имеет духовного значения. Более того, страхи по этому поводу могут быть опасны. Потому что они могут приводить к недоверию священноначалью. К тому, что люди начинают слушать разных далеких от церкви людей. И в итоге это может привести к тому, что человек утратит общение с церковью. А это уже действительно опасно. В отличие от паспорта. Некоторые люди беспокоятся о том, что этот документ будущему антихристу даст над нами какую-то особенную власть. В этом нет никакой нужды. Потому что, когда придет антихрист, он и так всех нас будет знать наперечет. И будет создавать условия невыносимые для христиан. Независимо от того, есть у них карта, нет карты. Старый у них паспорт, новый. Или вообще без паспорта. Вот бедные наши братья-американцы, несчастные, они вообще без паспорта живут. И паспорт получают только тогда, когда захотят ехать куда-то за границу, где он требуется. А так вот некоторые всю жизнь проживут и так без паспорта. Но это не значит, что федеральная власть о них ничего не знает. Знает все и досконально. Поэтому, когда придет антихрист, церковь об этом узнает и сообщит своим верным чадам. И сообщит, какая мера сопротивления беззакония для нас совершенно необходима, чтобы не впасть в зависимость от сына погибели. Вот сейчас, в данный исторический момент, нам в этом смысле ничего не угрожает. Те люди, которые на этом строят какие-то страхи, угрозы, это люди не вполне добросовестные. Я очень много знаю людей, которые призывали к тому, чтобы новый паспорт не брать. Оказывается, у них у всех есть и паспорт, и ННН, и прекрасно пенсию получают и так далее. Наоборот, вот этих людей нужно опасаться. Потому что они совершенно не христианского духа. Сам Христос, он не боялся переписи. Представь, Богородица прибыла в Вифлеем вместе со своим мнимым супругом Иосифом, с его детьми, с Господом Иисусом Христом. Она там оказалась, когда она родила в пещере. И они были подвергнуты вот этой процедуре, переписи, потому что каждый правитель хотел знать для того, чтобы взимать налоги. Конечно, когда придет Антихрист, он будет ездить и на автомобиле, и на самолете из этого, что нам теперь, от этого отказываться. Сейчас существует, например, электронный билет на самолет. У тебя нет никакой бумаги. Ты просто подходишь, показываешь свой паспорт. И по этому паспорту, смотришь в компьютере, да, действительно, у вас куплен билет, и летишь туда, куда тебе надо. И обратный билет, такой же электронный, он хранится в компьютере. Что в этом страшного? В этом нет никакого отречения от нашей веры. Вот, если кто хочет знать, что такое число 666, пожалуйста. Это есть эквивалент слову «золото». Потому что, если прошлое, все цивилизации строились, либо, и самая главная идея жизни человека была, либо жизнь загробная, а современная жизнь, она для человека означала подготовку к вере. Вечности. То для современной цивилизации, в которой мы с вами благополучно родились на свет Божий, она исключительно построена на деньгах. Люди помешаны на деньгах, а деньги, как говорили святые отцы, это кори всех зол. Вот оно все пронизано вот этой алточностью, и деньги заменили Бога. Вот что значит число 666, потому что оно дважды употребляется в Библии. Первый раз говорится о том, что царь Соломон из страны Афир привез 666 талантов золота. Поэтому, кто Библию читал, для него понятно, что такое число 666. Конечно, когда не будет уже денег бумажных, к этому мир идет, а будут деньги только электронные, и эти электронные деньги мы будем снимать каждый со своих счетов с помощью прикладывания правой руки к считывающему устройству, потому что это будет идентифицировано. И со счета будет капать. И на счет то, что заработал, будет приходить, а то, что купил, оттуда будет сниматься. Вот. С одной стороны, это страшно удобно, а с другой стороны, мы уже не сможем, допустим, подать им милостыню. Государство будет все контролировать. Что скажете по поводу того, что некоторые духовники запрещают покупать товары со штрих-кодом? Я вам скажу так, что, к сожалению, вот существует христианство уже 2000 лет, и так никак мы и не можем, то есть не мы, а многие так и не могут разобраться с простыми словами Христа. Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу. Никак. Мы хотим кесарево включить в область Бога. Божье – в область кесаря. Вот я вот не знаю, мне не дали номер от этого, от гардероба, нет? А там мне, я посмотрел, тетелья, по-моему, на 666 номер повесил мою куртку. И я теперь не знаю, брать ее или не брать. Знаете, сущие искушения. А он, наверное, специально это сделал. Я уверен, до чего мы дошли. Просто многие не знают, наверное, о том, что есть такая иудейская ветвь у иудеев – каббала, в которой очень много значит там цифры, знаки, буквы, слова. А вот такое сочетание цифр – это будет одно, другое – иное. Так? И они нас заражают своей верой теперь. И сияют, когда видишь, что мы шестерку увидели, шарахнулись, сияют в восторге, потирают ручки. Слава Богу! О, слава тебе, Ягве! И эти стали нашими иудеями. Христиане становятся иудеями. Ай-яй-яй, до чего докатились мы этими шестерками, штрих-кодами. Посмотрите, о чем предупреждают святые отцы. Сколько человек их писало, писали и говорили о последних временах. Сколько? Ни один из них, вы подумайте только, ни один из святых нигде не найдете ни одной строчки, чтобы сказал, «Бойтесь трёх шестёрок». Чтобы они не оказались... Бойте каких-то знаков, там, может быть, зашифрованы шестёрки. Ни один из святых не писал этого. А знаете, что писали? Бойтесь, бойтесь поступать против совести, против заповедей. Бойтесь, бойтесь греха. Бойтесь поддаваться, поддаваться вот этой стихии мира этого. Иначе тогда вы незаметно приняете антихриста. Как это незаметно? Думают, а незаметно? А в штрих-коде спрятано. Нет, какая глупость! Написали бы они об этом. Сказали, что бойтесь, будут такие знаки, где будут скрыты шестёрки. Ни один никогда не писал об этом. Это же чепуха это! Что значит незаметное принятие антихриста? Вот оно в чём состоит. Когда христиане начинают усваивать в себе, усваивать и называть христианскими нормы языческой жизни. Вы слышите? Когда нормы языческой жизни начинают называть христианскими. Вам привести примеры? Пожалуйста, эти сейчас, так называемые, сексуальные меньшинства. Вы что думаете, это только в мирской среде? Вот, сидим мы с христианами на Западе, в Германии сидим. В Америке у меня это было, в Германии это было, где только не было. Какие у меня споры были, я вижу, бесполезные. Сидим мы, что говорят. Наша церковь благословляет такие браки. Вы слышите? Церковь. Это протестантские. Протестантские не думают, что это православные. Пока еще не думаете, обождите немножечко. Так? Вы слышите? То есть, уже христианство называет нормальными то, что в Библии осуждено, как Содом и Гоморра. Вы слышите? Огонь сошел в серный дождь. Все уничтожено. Сколько апостол Павел пишет об этом? Что делают? Смотрю, смотрю. Новый перевод на английский язык, на английский язык Нового Завета. И в этом переводе те слова апостола Павла, где он осуждает эти вещи, переделаны очень просто. Я бы... Жалко, я просто не взял с собой, я бы показал, как это переделали. Одним словом, переделали как? Одобрительно. Потому что это, видите ли, тоже любовь. Вы слышите? Причём, одобрение этому переводу высказывает глава англиканской церкви. Не только английской, а англиканской, в которую входит около 30 поместных англиканских церквей. Архиепископ Контерберийский, который говорит, да, этот новый перевод, он, конечно, он прекрасен, потому что он отражает дух нашего времени. Прекрасен! Вы слышите? Я привожу просто пример. Это самый яркий пример. Вот вам то, что вечно, всегда, во все времена рассматривалось как явление отвратительное, просто отвратительное даже по самому характеру. То, что осуждено как грех, оказывается, пишут, нет, это любовь, это добродетель. На Ламбетской конференции англиканской церкви, ну, объясню, да, Ламбетская конференция называется, это съезд всех англиканских епископов. Слышите? Съезд всего мира, Австралии, Америка, Канада, Европа, отовсюду, съезд всех англиканских епископов. На Ламбетской конференции где-то 98-го, кажется, года, 1998-го, кажется, года, так объявлено, объявлено, да, что гомосексуализм не противоречит христианским нормам жизни, поскольку здесь присутствует принцип любви. Вот оно, к чему мы идём! Оказывается, уже грязные, самые грязные грехи уже называются добром. Кем называются? Христианскими церквами. Вот оно! И воспитывается в этом молодёжь. Уже молодёжь получает новый перевод, нового завета, в котором всё это одобрительно оказывается, всё одобряется. Вы слышите, что? Они воспитываются в этом. Всё! Вот вам незаметное принятие норм, норм языческой жизни. Христиане становятся язычниками. Началось, впрочем, это давно уже. Иоанн Зостаус ещё говорил, обвинял своих посомов, говорил, вы иудействующие христиане, а не христиане вы. Вот. Так сейчас это очень многое уже рассматривается, совершенно преступное с христианской точки зрения, рассматривается как норма, как норма поведения, как норма жизни. Вот, оказывается, что такое незаметное принятие Антихриста. Оно связано с чем? С тем, что мы мирские ценности, то есть языческие ценности, начинаем утверждать как христианские. И поэтому, когда придёт Антихрист, он здесь объявит эти ценности, и все скажут, да, 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 конечно, это христианские ценности. Это христианские. Да, он и есть Христос. Он и есть Христос. Вот, какова беда. Поэтому, вот эта вот идея, эти электронные карточки, это что за чушь? Кто мог только придумать, что тут что-то такое, Антихрист тут сидит? Откуда это взяли? Эти паспорта, то переписи. Я одним говорю, помню, тому человеку, который, значит, переписываться, в переписи участвовать не хочет. Я говорю, простите, а вы знаете, что Иосиф праведный, что Богоматерь и, видно, и сам Христос, родившийся, был переписан? В переписи был указан. Причём указан какой переписи? Языческой Римской империи, которая вскоре, через 60 лет, даже меньше, начала жестокие гонения против христиан. Как это вы оцениваете? А ответ, слушайте, меня убил, поразил. Так это же была другая перепись. Я говорю, правильно, другая. И что вы хотите? А третья, если будет? Это подумайте. Когда людям нечего ответить, это была другая перепись. Вы подумайте, что творится. Перепись, которую, если хотите, подготовила в плане государственного какой-то, так, гонение против христиан, это можно было участвовать. Богоматерь участвовала в переписи, это ничего. Но она нам уже не пример, она нам не урок. Мы-то лучше знаем и лучше Христа, и лучше Богоматери. Дело в том, что эти ожидания присутствуют в всю историю христианства. Смотрите, в первом веке, насколько они были сильны. И в последующее время мы встречаемся с ними постоянно. Возьмите хотя бы конец нашего 15 века, когда уже даже пасхалия дальше у нас не составлялась, поскольку были уверены, что все уже конец мира. Так что в данном случае, если говорить об ожиданиях, то ничего нового абсолютно нет. В отношении же объективных, если говорить, признаков, то, с одной стороны, действительно появляются некие новые объективные признаки, свидетельствующие о процессе приближения. С другой стороны, есть еще целый ряд признаков, которые говорят, что еще нет, еще нет. Ну, какие эти признаки, которые свидетельствуют, что еще нет? Нет мирового государства. Прямо сказано, все народы придут и поклонятся перед ним. Во-первых, его нет, этого лже-спасителя мира. Во-вторых, нет единого государства, в котором он должен стать президентом или царем и так далее. Это очень важные признаки. В-третьих, сказано, Евангелие царствия будет проповедана по всем народам. И этого тоже еще нет. Так что, целый ряд признаков говорят, что еще нет. Но процесс приближения идет. И, пожалуй, самым основным признаком, свидетельствующим о развитии этого негативного процесса, это является теперь уже открыто действующей глобализации. Потому что, как я сказал, он должен быть царем мира, всего глобуса. Вот эта глобализация, она, пожалуй, один из очень таких, ну, ярких, что ли, признаков, свидетельствующих о направлении процесса этого. Но нам нужно думать, прежде всего, не об этом, когда и что. Мы не знаем, в какой момент мы окажемся там. Поэтому нам нужно думать о своем конце, прежде всего, а не о конце мира. Мне кажется, это одно из дьявольских искушений, когда все силы души нашего и сознания переносятся с мысли о себе на мысль о том конце, о котором ни дня, ни часа, ни даже года мы не знаем. И отвлекаемся мы, и теряем драгоценное время жизни. Потому что Библия предупреждает, что конец света будет тогда, когда будут говорить «мир и безопасность», «мир и безопасность». Перестанут, когда говорить о конце света, и вот тогда внезапно постигнет их пагуба, сказано в Писании. То есть, когда все эти кризисы прекратятся, военные конфликты прекратятся, будет единая система управления, мировое правительство, благополучие, такой внешний порядок, со всеми скрытыми теперешними проблемами. И вот тогда внезапно произойдет то, что называется концом света в христианском понимании. То есть, я хочу сказать, ликование иудеев по поводу прихода их мушаха – это признак необходимый, но недостаточный. Необходимый признак антихристовых времен, но недостаточный. Но пока нам и этого, ведь мы же ищем эти признаки, да? Дальше. Этот мессия, он должен быть помазан во власть на царство Израильское. И это помазание должно иметь место в Иерусалиме. И не просто в Иерусалиме, а в восстановленном храме Соломона, или его подобии в четвертом храме, или третьем, новом храме. Значит, поэтому, а на этом месте в Иерусалиме стоит мечеть Умара, одна из главных святынь мусульманского мира. Значит, поэтому, опять же, до той поры, пока стоит эта мечеть, как ни странно, пока она не взорвана, пока на ее месте не построен иудийский храм, и пока, наконец, в этом храме не произошло помазание на царство израильского правителя, до той поры у нас нет основания считать, что пришли антихристов времена. Двух антихристов веет в каждом грешнике, и временами в каждом из нас. Это все понятно. И еще апостол Иоанн говорит, дети, много антихристов сейчас. Но это все как бы такие мелкие антихристы с большой буквы. А все же к концу времен, та предельная угроза, которая нас ждет, это антихрист как персонализированное именно начало, конкретный совершенно правитель, а не некий коллективный орган или система управления и так далее. Теперь, значит, отсюда вновь вновь говорю, что не надо специально что-то высчитывать, все это будет вполне и вполне очевидно. А кроме того, для особо тупых, Господь пошлет на землю в эти времена пророков Илью и Енох, чтобы они объяснили и нам, и евреям, кто есть кул, кто есть где, где антихрист дел же Христос. И опять же, я это, простите, но понимаю вполне буквальным образом, что минуты два пророк и будут нам явлены. Теперь еще очень важный признак воцарения антихриста. Антихрист — это не просто земной правитель, а это тот человек, именно человек, это не сатана, а человек, который будет требовать религиозного почитания себя самого. То есть, может быть, с точки зрения иудаизма, мессия — нерелигиозный персонаж, но это их проблема. А мы из своих вероучительных источников знаем, что настоящий антихрист, по слову пророка Даниила, сядет вместо Бога, сядет в Бога. Он будет требовать именно религиозного служения себе. Теперь почему все-таки я лично уверен, что нам такое счастье не сведет? Дожить до тех последних гонений и, соответственно, Господа нашего встретить на воздущих. Один из главных признаков последних времен — это беспокаянность людей. Их греховно-страстная непеременчивость. Вот вопрос, а сейчас разве это есть? Сколько переменчивых судеб мы видим и сами являем собой такой пример. Людей, которые обратились к вере, прошли через покаяние. Но начну издалека. Все вы знаете, что происходило у нас в 1905 году. И тогда один из интереснейших таких консервативных церковных публицистов той поры, архиепископ Никон Рождественский, написал тревожное письмо архиепископу Николаю Японскому, святому равнопостному Николаю. Ну, они хотя оба архиепископы, но сегодня Николай был поколением старше. И вот Владыка Никон пишет, Владыка, здесь, в России, такое происходит. Революции, бунты, закон о свободе совести, однако, секты всюду свободно проповедуют. Ну, просто конец света. А тем более, Владыка, смотрите, я всерьез говорю. В Евангелии сказаны признаки конца света. И будет проповедана сие Евангелие, восвидетельство всем народу, и тогда настанет конец. А сегодня ведь Евангелие во всем мире известно проповедано. Видите, и вы в Японии, аж на краю земли проповедуете. Не признак ли это конца? А святитель Николай отвечает на это письмо очень резко. Он говорит, помилуйте, Владыка. Во-первых, Россия – это не весь мир. И катастрофа России не есть катастрофа всего мира. И всей православной церкви. Второе. Россия сама еще не стала православной. Ей еще минимум тысячи лет нужна, чтобы услышать Евангелие и принятие. Третье. Спаситель сказал о проповеди Евангелия спасающего, а значит не искаженного еретиками. Значит не католическое или протестантское уже понимание Евангелия должно быть проповедано, а православное и святоотеческое. А к сожалению, православных псевдоров у нас всего три с половиной человека. Отец Хрисан в Корее, отец Иоакин в Пекине, я здесь. Ну отец Герману Нагасаки, но это он там в Японске еще не знает, какой из него миссионер. Проходит больше чем полвека. В 70-е годы наступают. В 20-е столетие. В Америке молодой иеромонах Серафим Роуз подходит к своему духовному отцу, святителю Иоанну Шанхайскому Максимовичу. Говорит, владыка, смотрите, ведь в Евангелии сказано, и будет проповедано себе Евангелие, и съесть со всем народом, и тогда настанет конец. А сегодня-то Евангелие придет на все языки, и всюду миссии, и всюду миссионеры, проповедники в джунглях Амазонки, везде и всюду. Не признать ли это конца? Святитель Иоанн отвечает. Спаситель сказал о спасающей проповеди Евангелия, о нейретической, о православных миссионеров еще у нас нет, поэтому нет, это еще не конец. Но отсюда вы понимаете радостный вывод. Тот самый знаменитый удерживающий, который не дает утопить антифеществу, это наша миссионерская леность. То есть я обращаюсь там к школьникам, студентам, и уже к меняются их лица, с кеми вопросами, как меняются их судьбы. И говорю, нет, минуточку. Значит, это не последние времена. Наши дети, это не покорение последних времен. Они еще способны меняться. Так что по этой причине я еще тоже оптимист. Что оказывается, быть православным человеком, это означает следующее. Быть согласным со всем тем, что святые отцы едиными уст и единым сердцем исповедовали. Но если по некому вопросу было разногласие между самими святыми отцами, быть православным, это означает уметь принять это разногласие. А если святые отцы по некому вопросу промолчали, значит, надо уметь хранить верность святоотическому молчанию. Например, святые отцы никогда не обсуждали вопрос о том, из какого материала, по какой технологии будет изготовлена печать Антихриста. Это означает, что любой человек, который от имени церкви пробует видеть в лазере инструмент нанесения печати Антихриста, занимается богословским хулиганством. Говорят, что там лазер или интернет, компьютер, это все с трехкодом, это технология на синеме печати Антихриста. Это неправда. Народ там говорит, что новые паспорта не надо принимать. Вы не в курсе? Народ, какой народ? Вопрос иноманский, китайский. Какой народ? Русский. Русский народ. С 1 января этого года новые паспорта с чипами. И многие соблазнились, что это не надо их принимать, это ведет к отступлению от Христа. Я сподобился еще встречаться с людьми. Служил я в Истелькуле, в Омской области. И мне сказали, говорит, батюшка, там вот за 90 километров от города, в лесу, живут три бабушки, которые, говорит, советскую власть не признают. И паспорта советские еще. Советские никогда не брали. Они, говорит, и в тюрьме сидели. Но я расспросил примерно, где и как проехать, и я на велосипеде поехал. На велосипеде. А, 90, это туда-обратно 90, за 45 километров. Я на велосипеде поехал. Утром выехал пораньше. Уже где-то к обеду я доехал. Тогда еще молодой был, что мне совсем было немного. Лет 36-37. Вот, действительно, приехали три бабушки Александра, Эфимия и Вера. Трое они живут. Один домик стоит в лесу, действительно, один домик, вот. Колодец у них есть. Зимой, говорит, больше мы берем снеговую воду. Паспорта они те еще советские не брали, считали это за грех. На советскую власть работать, на эту, говорит, сатанинскую власть, это грешно. Они не работали. Все они отсидели какие-то сроки. Одна даже три срока отсидела. Поскольку, я сейчас не помню, может, лет по пять там тогда давали, как за тунеядство, то, что не работает на советскую власть. Вот. Я с ними познакомился. Они меня, как бы, восприняли, полюбили, но я их призывал, чтобы они причастились, там поисповедали. Они требовали... У них был священник, отец Александр, в Омске. Но он умер уже к этому времени, как лет восемь. Он был из таких же репрессированных. Он, по-моему, больше 20 лет в лагере. И когда он вышел, он уже в московскую патриархию служить не пошел. А вот окорблял, то есть, причащал исповедников, таких вот. Исповедников. Да. Но он умер. И они оставались уже без причастия. Они бы приняли, говорит, если бы я на их глазах сжег свой паспорт. Вот так вот люди были такие. Есть еще живые тоже люди, которые также не принимали паспорта и прочее не работать, но потом приняли, стали исповедоваться, причащаться. В то время, сейчас, ну, что я скажу. Исповедники такие, они, может быть, могут по-разному рассуждать. Неправильно, они неразумно страдали, или как, но они были в этом уверены, что нельзя идти на соглашательство с этим. Конечно, если бы все бы так, если все православные, до одного, кто называется православным, так бы поступили, то она бы и власти, может быть, такой бы и не было. Сегодня паспорта эти, ну что, ты не примешь. Еще один. Да. Кто-нибудь не примет этот паспорт. Что от этого? Ну ничего, это все равно. То, что идет сегодня, оно, это будет. Несомненно. Те биометрические паспорта, чипы, которые, это постепенно идет. За последние даже 20 лет, какое, как прогрессирует сильно техника в этом направлении, это, ну, даже невообразимо. Мы, когда в Потеряевке поселились, то где-то только через 6-7 лет Игнатий Тихонович с трудом там где-то как-то нам радиотелефон пробил. Где он там преподавал, где-то беседовал, и там, ну, люди, которые занимаются, помогли радиотелефону. Так мы рады этому были, радиотелефону. Хотя мы в месяц по 2-3 раза эти аппараты водили, возили на ремонт. Они уже устаревшие, давношние, там еще послевоенные там аппараты такие. Всегда мы их ремонтировали, только возили. Но все-таки мы могли что-то разговаривать. И вдруг прошло совсем немного, буквально 10 лет после этого, и вдруг в каждом доме телефон, да не по одному телефону, сегодня у нас по 4 телефона в доме, в одном. Из дома в дом, не через дорогу перейти, он звонит, через, куда? А через дорогу звонит по телефону. Представьте, какое это, так не только по телефону, по телефону сегодня что, фотографии, по телефону можно, говорит, и исповедовать себя по телефону, можно и грешить, даже, блудить даже можно по телефону. Вот как сделали. Представьте, как техника шагнула. Что будет дальше? Ну, что? Кто устоит в этом? Блажен тот. Вот. А что, ну, знаю здесь, рассуди сам. Принимать, не принимать те паспорта, говорите. Не всегда была эта осторожность, боязнь у людей, даже те паспорта стали менять уже на эти паспорта, которые сегодня мы имеем все. И в этом усматривали люди, там, нашли там три шестерки в этих паспортах, какие там закодировано, что-то там уже, просто там, ну, антихрист живет, просто там, чуть ли не на каждой странице. Другие берут так, что если продукты покупать, а там, ну, сейчас везде в магазине этот штрих-ход-то, в этом штрих-ходе все говорят, что там три шестерки, нельзя покупать со штрих-ходом, нельзя брать продукты. Ну, а где только, выходит, там только в потеряйке брать продукты. У нас еще штрих-хода там не наклеивают. А так, на каждый штрих-ход есть. Понимаете? Поэтому, Сережа, я тебе на это конкретно не могу ответить, что люди волнуются, волнуются, но всегда было это волнение. Есть осторожность. Что будет завтра? На завтра уже эти паспорта уже отойдут, которые, их не будет, совсем не будет уже этих паспортов. Понимаете? Я как-то читал в одной газетке, говорят, в Японии у них, говорят, мобильные телефоны используются не как у нас. У нас что, разговариваем, ей там разговаривают, у них, говорят, по телефону мобильным почти не разговаривают. Едут там в метро, в автобус, все держат в руках телефоны и что-то набирают. Чтобы разговаривали, говорят, это редко-редко увидишь. У них телефон, все, и в метро заходить, платить там и где-то, что это, это документ, он везде может, в банк там зайти, все с мобильным телефоном. У нас еще это не скоро придет там. По-нашему-то скоро, но не так скоро, скажем. У нас всегда идет опоздание, что-то на 15-20 лет, пока к нам дойдет та техника. У них так есть уже. Карточки эти, которые сегодня боятся, они в 90-м году, я был, когда в Германии, то с американцем, с одним там, русским-американцем, тогда у него уже были карточки эти все. Он уже денег, он с собой, говорит, я так, несколько мелочек в кармане вожу, чтобы где-нибудь просто там на дороге выпить воды или что-то. А так все, карточки везде у него, в банк там, на бензоколонке заправляться, все, только карточки. Он вытащил, у него несколько карточек этих. Все, я так удивился, он дал мне подержать в этих руках еще карточки. Удивительно же было тогда. У нас-то не было ничего. Поэтому, что здесь скажешь? Вот, бео-паспорта за границей оформляет, кто-то боится этого, не хочет, можно, говорит, простой паспорт оформить. А было сообщение в одной газете, что эти вот карточки, которые, как они называются-то, будут, то можно, говорит, заранее только писать заявление, что не получать эти карточки. Речь идет не о паспортах, а о этой карточке, которые, как они называются, как-то, я вообще не подскажу. Универсальная электронная карта. Да, это электронная карта. А то можно, что, то есть пока, в принудительном порядке, что все, этого пока нет еще. Придет, может быть, когда ты живешь. Так что, без этого никуда. Боялись. ННН, номер ННН, это страшное что-то. А его и никто, и не надо, его начислили, все там это, причислили. У каждого пенсионера он ННН есть. У каждого. Без этого он и пенсию не получит, ничего. У каждого пенсионера ННН есть. Ты просто, может, не сообщили, не знаю, мне, сообщил, Игорь Барабачевич, вот твой номер, ННН. Я говорю, а как делать? Мне, говорит, там пенсионным, передали, передай, говорит, ему. Так, вот вопрос зашел об ННН, и о архиерейском соборе. Многие писали, даже, с афона, дать ответ. Ответ заранее дать такой, чтобы не принимать, не погибнуть, потому что это печать антихриста. Ответы даны давным-давно, и при том, очень четкие. Это дало священначалье московской патриархии. Ответ гласит так, выражая своими словами, безразличие. Принимаете ли, не принимаете ли, никто вас не отлучит от причастия, смотрите по обстановке. Вот и весь ответ. Это сходится полностью со мной. В Москве нет ННН только у одного храма на Берсиневке отца Кирилла Сахарова. Но он мне все время звонит. Принимает, не принимает. Вот такая обстановка, там сжимает. От меня ответ всегда один и тот же. Разницы никакой нет, но, если можно, то подержитесь еще, вы даете пример. Упритесь, сколько можно, каждый, не принимайте. Я вел занятия только в одном университете с 17 лет. Я вел занятия в пяти университетах. Батюшка говорит, не говори себе, ничего и нет. Ревность. Хорошие отношения были с ректором Истиннеевым. И он говорит, я даже не знал, что вы ведете занятия бесплатно. Это что ж такое-то? Тут детькула не годится. Он вытащил вот такую медаль, у них там годовщина была, подарил мне. И сразу подписал, сколько лет преподаете? Я говорю, 15 лет там. За 15 лет по ставке вы где-то вели занятия? Ну, я сказал, где ввел, а там платили? Да я не брал. Так как же так-то? Вы же ведете занятия. Ну, я говорю, здесь у вас я вел четыре урока бизнесменом. Они провели меня по ставке профессора и плюс еще какие-то накрутки-то. И он мне на 15 лет насчислил. Представьте, что там не трехзначная цифра была. Все нормально. Я пришел получать. А какой ваша ИНН? А ИНН у меня нету. Так получите. А зачем получать? То есть я мог бы подать в суд, я бы выиграл. На кого в суд, за что? Я отошел от кассы по сегодняшний день. Когда у меня каждая копейка на учете, мне насчислило, но я ИНН не принял. Не потому что грех, а потому что, я понимаю, это испытательный полигон. Сегодня одно уступи зато в другое. Ради чего? Ради деньги? Потерпим. Я не потерпел урона. Если бы не Сигип, я бы и не знал, что надо получать. Я не вступился в это мертвой хваткой. Вот и все. То есть, говоря об ИНН, я обязательно коснусь из себя. Как не говорить-то? Чуть говоря, ты сам попробуй пожить под него. Жил и живу. Оказалось, наша община тоже присвоена. Да только делов-то. Поэтому ответ патриархийный, священно-начальный в лице патриарха и всех епископов один. Безразлично. Так что вы знаете это. Если вы получите новый паспорт ИНН, никто отлучать от церкви не будет. Даже священник, который считает так, он не имеет права отлучить, иначе его запретят. А те, которые говорят сегодня, а вот вы паспорт получаете, а сегодня это снимают биометрические данные трехмерные, я говорю, а что трехмерные? Он даже не знает. Он чужие слова говорит, грамотежки-то никакой нет. Зайдите на наш форум, и там первая строчка, первая страница о чипах. Выступает профессор Осипов. Алексей Ильич. И он начинает говорить, почему вы считаете, что против? Ну, знаете, это за вами следить будут, все знают. Но теперь я задаю вопрос, а что они нас не знают? Зарплату нашу знают, где живем, знают, с кем живем, знают. Они знают о нас намного больше, чем мы предполагаем. Меня, когда судили, они представили данные про прабабушки. Они работают там. Вы думаете, что Ленина 30, теперь ФСБ, КГБ, четыре этажа, и они спят сидят. Они работают. Нам поучить, там все время свет горит, рано и поздно, свет горит. Вы там были хоть один в кабинете? Поднимите руку. А я был. Несколько раз. Нарушу батюшкину заповедь, не говорите о себе. И скажу, что они работают. Вот я вам говорю сейчас это. Вы прослушали, вышли, как будто этого и не было никогда. Крепко себе заложите в память. То, что нам дает Священное Писание, должно находить подтверждение тому, что мы говорим. А если этого нет, ты говоришь от себя, как говорится от тети Фроси. Ну ты говоришь, что трехмерное, там изображение, глазную там сетчатку и прочее, отпечатки пальцев. Ты паспорт судьбы завидел этот, нет? А я на этой неделе, меня уже вызывали, и я фотографировался. Обыкновенная кабинка, садишься, вот такой глазок. Чахнули, до свидания, уходишься. Теперь зайдите. По иностранному написано, ваша фамилия, я заграничный паспорт выправляю. Все данные там есть, но при тем, как вызвать, они затребовали все документы, копию, трудовую, военную, все у них есть, абсолютно все. И теперь там все это заложено. Они сказали, в течение месяца ждите по сайту, по моей электронной почве, они могут вызвать уже не через месяц, а сегодня, завтра сказать. Вот и все. Ничего там нету. А я-то готовился к этому, как утром рано звоню мне сегодня идти. Вы думаете, какую мне рубашку взять? У меня пасхальная, красная в клеточку. Одна есть, сестра Татьяна Сынгаева шила, такая стального цвета, вот как рядом сидит Оля, у нее такого цвета. Я на презентации книг был. А другие советуют вот эту вот полоску красно-синяя, я четыре рубашки с собой в сумку взял. И там, и раскладываю рубашки, а она смеется и говорит, да разницы никакой нет. Я как был вот в этом, так и сфотографировался. Я-то думал, ну, говорить я не умею, так может они что-то там по документу посмотрят. Ничего нету. Я рубашки все-то толкал обратно, я их раз в год-то и надеваю. Ничего нету. Маленьких детей по двое так же фотографируют, записывают. Люди, которые считают, что это сегодня печать Антихриста, это еретики. Это еретики, самые настоящие отпадшие от церкви. Они и голоса церкви не слышат. Об этом говорит Дмитрий Смирнов. Об этом, я бы стоил на сайте, об этом говорит епископ Иларион. Там подряд выставил все, священно начальник. Никого не слушают. А кто-то там выступил, какой-то мальчишка выступил, мальчишка. 17-летний. Ну, я дал ответ, мальчишка этот очень похож на меня. Я такой же был бы, если бы Евангелие не встретил. У тебя данные какие-то есть? А вот вы теперь получили, у вас теперь печать, у меня теперь на лбу печать. Я говорю, ты уверен? Да. У вас теперь печать. Ну, то, что я выставил материал, этот, Ефрем Сирин говорит, печать на лбу, для того, чтобы не мог совершить крестное знамение на правой руке. Я совершаю. И совершаю не однажды в день, а две тысячи раз каждый день. А ты сколько раз без печати совершаешь? Три раза. Так что же на тебя беспечатный твой лоб-то не действует? Мой лоб с печатью, ты говоришь. Ну, представь себе, что печать антихриста я получил во вторник. И я оскорбился. А ты выступил не где-то, в интернете выставил материал. Я завтра утром подаю на тебя в суд оскорбление, честь и достоинство деловой репутации. Потому что я не в углу сужу. Ты умрешь за стенках, если не докажешь. Тебе условия поставят. Ты докажешь. На, смотри. Я вчера помазание имел, батюшка мазал, крещу лоб отдельно, если непонятно. Докажи, где печать. Да ничего ты не докажешь. У тебя нет печати благодати Духа Святого, поэтому ты городишь всякую ерунду. Что ты не знаешь Писания, я тебе докажу прямо здесь, сейчас же. А что у меня печать есть сейчас, ты никогда не докажешь. Ни здесь, ни в суде, ни на суде Божьем. Нигде. Ты забыл, что печать будет ставить Антихрист. А царствовать ему три с половиной года, сорок два месяца. Это ты считал? Считал. Да как же так? Печать идет, а Антихриста нету. Антихрист, может, не родился еще. В первую очередь, весь мир должен лечь под ним. Денег никаких не будет, паспортов не будет. Все будет заключаться здесь. Это сегодня уже все понятно, разложено. Ты маленько Писание считай, посчитай толкование святых отцов. Вот Осипов, Алексей Ильич об этом говорит. Самое главное толкование апокалипсиса, Андрей Кистарик и Падокийский, он толкует печать на лбу. Это что? Это означает, я принял Антихриста, как Бога, иной придет его приметь. И другого толкования нет. А видимо или невидимо, никто еще не знает по сегодняшний день. Что он означает? И правая рука это означает отсечение добрых дел. Толкование, святых отцов. А ты что сам толкуешь-то? И ответ. Всякое иное толкование есть ересь. Это не мои слова. Вот и все. Теперь разберись, кто ты? А я не буду принимать. Не принимай. Но не говори, что это есть печать Антихриста. Ты совершенно невежда в Священном Писании. Ни один святой отец не сказал определенно, говорит, сокрыто Священным Писанием, поэтому не будем говорить. Это та тема, которая закрыта. Для чего, когда он придет, его имя обозначится, теперь под 666 все уедет. Тогда только, тогда. А сегодня под 666 от Нерон подходит, имя Нерон там по 666. Все подходит. А почему тогда люди этим занимаются? Пишут в патриархию, собор, и что так опасно? А потому что ничем не занимаются. И самое главное, благовестием не занимаются. Вот почему. А сатана ведет ложным путем. Если это печать, тогда ты уже другой печати ждать не будешь. Она ясна печать. Это паспорт, когда снимает, биометрический. Ты уже усвоил, от усвоил. И поэтому, когда придет настоящая печать, ты ее прямо и примешь. Почему? Потому что та там печать прошла, а это уже не печать. И святые отцы это знали. Знали уже. Сатана занимает нишу. У тебя ничем голова не занято, сердце не занято. А ты помолись и скажи, Господи, дай мне разумение не вопреки Писанию. Дай мне смысла не вопреки канонам и святого толкования святой православной церкви. И ты увидишь, как у тебя начнет проясняться маленько, туман этот развеивается. А так ничем не занимался. И вдруг паспорта. Вы знаете, у нас приезжал отец Павел Ермоленко с камня на оби. Он легко увлекается, почему? Малограмотность. Люди, которые за это хватаются, они или совершенно неграмотные, или поверхностно грамотные. Не в мирском, божественном. Я говорю, а что ты кончал? Ничего не кончал. Он едва 10 классов кончил. Паспорт нельзя. Тогда началась переписка была. Он приехал к нам по теряйку. Переписка не должна быть. Это уже все. Это антихристу душа продана. Отец Павел, на чем ты это основываешь? Ну что тут непонятно-то? До чего они переписывают? Непонятно. Я говорю, а ты знаешь, что Христова Матерь Божья попала в переписку? Как это так? Да так. Эта пересь была первая в правлении Квериния Сирии. Ты, Иван Генатукий, считал? Я ему открываю, он сидит, задумался. Я говорю, а ты знаешь, что их три переписи было? Для него это вообще запредельно далекое закордонное. Я ему открываю Писание, смотри, вот перепись была, перепись, вот перепись еще была, он не знает этого. И что? Все нормально. Но теперь он усыпился. Паспорта нельзя получать. Никак. Это печать Антихриста, там кривые какие-то завитушки, они в нашей селке похожи якобы. Мы к нему заезжали нынешне. Я спрашиваю, а сын-то подрос, Ваня? Учиться? Я говорю, Ваня, ты как паспорт-то? Ну никак, получил. Все кончилось. Но те-то слова ты сеял, не просто эти, батюшка рассказал, а трех-то. Их кто-то учил так. Власть перед ними должна теперь смиряться. Она для того и власть, чтобы ей подчинялись-то. Какие-то три старушки, они не выходят тут, а застрадают за упрямство, за невежество. Я у одного брал такого интервью, Назар звать его. Не знаю, здесь это Березки или где он живет. Меня познакомил Володя Пенкин. Приехали с нами, стали беседовать приятной наружности, старичок, белая борода. И разговаривали, я говорю, а сколько ты отсидел? Мне кажется, 27 что ли лет отсидел. А за что отсидел? Я паспорт не брал. Ну, это статья легкая была. Три года, пять лет давали. Он вышел, вышел, жена встретила, ну, Назар, ну, хоть одну ночь-то, ночую со мной-то. Он кое-как утерпел, ночевал. Ребенок трудился через год. Но на следующий день он уже пошел, узнал, где называется Гужовка. Парни с девушками играют. Он сразу, а кто у вас тут комсорг? Ему сказали, разворачиваются и комсоргу. Ну, сбил. Ну, другие-то комсомольцы, ты его давай пинать опять на пять лет. А он теперь всем говорит, но все-таки я его врезал разок. Теперь подрастают дети, с детеве приехали, он ночью все паспорта сжег у них. Все. И если обувь была с прорезями, ну, как босоножки-то, ну, так ходят летом, то он все сжег, они посеком, без паспортная. Ну, ясное дело, что что-то не то, отец делаешь, не то, чтобы приобретать, хотя весь дом трещит. Ну, не будьте подобными назарами. Это то, что я вам хотел сегодня сказать. Потому что есть. Теперь я что-то вам покажу сейчас. И это что-то, кто-то ни разу не видал. Я получил паспорт. Паспорт, который, говорили, это печать Антихриста и прочее. Вот. Это пить. Вот самое главное, это вот открыть, когда вот эта толстая первая страница, а страниц здесь 46, у тебя 36, а здесь 46 страниц. Вот. И на каждой странице тут как бы, как выколотно, номер, то есть их не подделаешь. Я тебе отдам сейчас, подержите здесь. Фотография черно-белая, но там цветная заложена. И биометрии никакой нет. Там только на границе могут отпечатки пальцев еще где-то брать. Даже не знаю где. Вот она где. Это сегодня мы снимем. Но там все заложено. Подай, пусть в руках подержат. В руки может не брать тот, кто боится, что это щип антихриста. то нет, а с вернением. Вот, посмотри. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Если вам понравилось наше видео, одобряйте, ставьте лайк, а также поделитесь с друзьями о просмотренном в соцсетях Вконтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках. Добавляйте в плейлист. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Это даст вам возможность узнавать о новых видео, которые обязательно будут выходить на нашем канале. А также смотрите другие наши видеоролики в нашем богатом видеоархиве. Помоги вам, Христос! С Богом!